Месяц Рамадан приближается к концу и мусульмане спешат выплатить обязательную милостыню разговения Закат-Уль-Фитр. Во многих мечетях Махачкалы уже открылись места продажи и приема пшеницы, где верующие уже заранее могут произвести обязательную выплату. Закат-Уль-Фитр – обязательная выплата с посещающегося месяц Рамадан. Лучшее ее время приходится с наступления последнего разговения до праздничного намаза. Но это довольно-таки короткий промежуток, в который, если мы не успеем выплатить Закат, то можем попасть в грех. Поэтому, чтобы не рисковать, у нас есть право выплатить Закат-Уль-Фитр в течение всего месяца. Как и каждый год, почти во всех мечетях города Махачкалы организованы места продажи и приема зерна для выплаты Закат-Уль-Фитра. В этом году для всеобщего удобства пшеница уже заранее взвешена и упакована. Остается лишь приобрести ее и отдать кому полагается. Специальные пакеты закрыли ее, чтобы она не сипалась, чтобы она не пропадала, этот сах, который снят. И здесь покупают люди, один сах стоимость саха 50 рублей, они здесь покупают. И рядом же стоит камаз, который принимают, то есть медресе, которые обучаются в этой медресе, они принимают. С любыми вопросами по Закат-Уль-Фитру мы можем обратиться прямо на месте продажи и приема пшеницы к компетентным людям, которые с радостью на них ответят. Здесь также помогут прочитать намерения на Закат и проконсультируют, как правильно это сделать. У нас Дагестан многонациональный регион и всех поместить в одну такую маленькую это невозможно. Ну есть основной на русском языке, вот понятном языке есть. Можете привести пример на русском языке? На русском языке я сделал намерение выплатить обязательный Закат-Уль-Фитр за себя, если же я за себя делаю. И если вот сегодня делаем, пока не наступило обязательное время выплаты Заката, то мы говорим, я намереваюсь снять, выплатить обязательный Закат-Уль-Фитр за себя преждевременно ради Аллаха. Выплата Закат-Уль-Фитр имеет особый смысл. Это не только оказание внимания нуждающимся людям, но и возможность возместить все упущения, случившиеся в этот священный месяц. Учитель имама Шафия, радия Аллаху, говорит, что Закат-Уль-Фитр подобен саджету сахви, сужде, который совершается по причине оплочности в конце намаза. Как этот сужда возмещает оплочности в намазе, так же этот Закат возмещает оплочности, недостатки, которые мы проявляли в месяц Рамазан. В хадисе посланника Аллаха, алейхи салату вассалам, говорится, «Салуму Рамазана муалакум байна сама и вал арзи, вала юрфау илля ли закат». То, что пост месяца Рамазана, он висит между небом и землей, и не поднимется к Аллаху, кроме как выплатив этот Закат. Выплачивать Закат-Уль-Фитр следует только мусульманам из определенной категории людей, упомянутых Аллахом в священном Коране. Всего их насчитывается восемь, и это не только нуждающиеся люди. Первое, что Священный перечисляет, это факиры и мискины. Второе, те, кто занимаются распределением Заката. Третье, те, кто недавно приняли Ислам. Затем идут те, которые попали в банкротство, то есть в должнику, который не может выплатить свой долг, ему тоже полагается Закат. В Афисабил-Иллях, это те люди, которые вышли на путь Аллаха, сражаются с этим муджахидом. В Афисабил, это путник, который находится в сафаре где-то далеко, и нет у него средств вернуться к себе домой. Этому человеку тоже выплачивается Закат. Горожане заранее стекаются в места продажи и приема пшеницы. Многие решают не рисковать и не откладывать выплату обязательного Заката, заблаговременно сняв с себя этот долг. Чувство облегчения, как будто это долг, все равно это долг каждого мусульманина. Как бывает, когда человек долг не отдает кому-то? Это то же самое. Послам ученых богослова Закат Ульфитр необходимо выплатить до праздничного намаза. Не разрешается откладывать его выплату на более поздний срок. Места продажи пшеницы и приема обязательной выплаты будут работать с утра и до вечера, вплоть до наступления праздничного дня.